Здравствуйте! В эфире Рязанской телекомпании «Город. Программа 7 минут». Сегодня у нас в гостях Юлия Николаенко, руководитель Рязанского филиала Центра Здоровой Молодежи. Здравствуйте! Здравствуйте! Юль, ну расскажите, чем же занимается ваш центр, где он находится, поподробнее об этом. Спасибо. Вообще фонд наш занимается профилактикой здорового образа жизни. И один из моментов нашей основной деятельности – это реабилитация нарко-алкозависимой молодежи. Здесь в Рязани у нас работает филиал, рязанский филиал нашего фонда, работает уже почти два года, успешно развивается и занимается тоже реабилитацией. Наш реабилитационный центр, он находится в поселке Солоча, то есть достаточно хорошее место, курортная зона, свежий воздух, что очень помогает ребятам именно восстанавливать свои физические силы для прохождения программы реабилитации. Вот. Ну, также, естественно, в наши, скажем так, полномочия входит профилактика здорового жизни, чем мы и занимаемся на территории города Рязани и Рязанской области. То есть у нас есть отдел профилактики, мы посещаем наркологические клиники, мы посещаем школы. С недавнего времени даже посещали Академию СИН, курсантам рассказывали о вреде, скажем так, наркотических и психоактивных веществ. Вот. А также проводим акции с детьми, говорим о том, что вредные привычки могут перейти в зависимость. Вот. Этим и занимаемся. Ну, хорошая работа и очень полезная. Я, кстати, сразу говорю, что восхищаюсь такими людьми, как вы, и вот этой работой. Она грандиозна, она очень тяжелая. И, тем не менее, в основной центр, где ведется основная работа, вот категория, скажем так, ваших подопечных. Людей, да, которые к нам поступают. Да, возрастная категория, в первую очередь. И чем эти люди занимались? Ну, знаете, к сожалению, наркомания и алкоголизм сегодня признаны как болезнь. Это не уже всем понятно, что это не привычка. Вот. И этой болезни подвластны абсолютно все слои и статусы общества. Вот. Поэтому мы не отказываем в помощи никому. И, естественно, единственный момент – это несовершенные дети, летние дети, которые еще находятся под опекой родителей. И так, в принципе, когда человек достиг совершеннолетнего возраста от 20-ти, и на сегодняшний день у нас в центре есть пациент, которому 41 год, вот все они вместе составляют именно вот эту группу терапевтического сообщества, которое пытается выйти из зависимости при помощи нашей программы. Которая, в принципе, не в принципе, а которая была создана именно для нашего фонда. Вот. Она занимается восполнением четырех основных сфер деятельности человека, потому что как зависимость, как любая болезнь, она оставляет последствия в человеке. И вот химическая зависимость, она разрушает четыре сферы в человеке. Ну, так, в двух словах – это его здоровье, это его психологическое состояние, это его социум. Оно разрушает не только его, но и все вокруг – семью, работу. Вот. И, как бы, духовные принципы у человека скатываются к нулю, потому что болезнь, она руководит. Она поэтому и называется «зависимость», потому что ты делаешь то, чего не хочешь. Она руководит твоими действиями, и порой они бывают очень печальные. Вот. Поэтому создана программа, которая расписана в расписании по дням с понедельника до выходных дня, где ребята встают, и, собственно говоря, по ней проходит каждый день работу над собой. Работа эта непростая, сложная, абсолютно правильно вы заметили, потому что, оказывается, работать над собой – это намного сложнее. Знаете, по собственному опыту хочу сказать, что перекопать грядки или, там, разгрузить вагон намного проще, потому что не нужно думать, не нужно ломать в себе какие-то старые принципы. Вот. Но тот, кто потрудился, он, естественно, успешно заканчивает программу. И основная наша задача – это не реабилитация, а именно ресоциализация. Это выход человека в социум. Для того, чтобы, освободившись от зависимости, поставив определенные границы внутри себя и внешне, человек вышел в социум и чувствовал себя в нем свободным. Вот получить свободу и получить какую-то востребованность в обществе – вот это, наверное, основная задача нашего фонда. Потому что не хочется, чтобы, вот, пройдя реабилитацию, мы оставались такими же, вот, знаете, говорят, как бывших наркоманов не бывает. И вот этот статус, это клеймо, которое приклеивается, оно не дает ребятам реализоваться. Поэтому сегодня у нас в фонде работают программы, созданные дополнительные, она называется «Социальный лифт», где у ребят есть возможность получить профильное образование. Закончив программу реабилитации, они переходят вот в этот социум и обучаются по профнаправлениям, начиная от компьютерных технологий до медиашколы. Сегодня у нас есть хорошие друзья в Московском институте телерадио «Овещание Останкино». Они дают нам бесплатные гранты на обучение тем ребятам, которые хотят реализоваться, вот, как у вас в студии, работать режиссерами, операторами, снимать ролики, возможно, быть телеведущими, вот, как вы. Вот, и это все реально. У них есть сегодня уже своя студия, где они и песни стали записывать. И, знаете, это очень важно, когда у нас есть группа театралов, которые учатся на театральном факультете, они уже показывают свой спектакль «Бросить легко», который пользуется вообще большой популярностью, зрители встают, и они даже не верят, что это все бывшие зависимые люди, которые вышли на сцену и рассказали спектакль о самих себе. То есть вот в этом смысл. Они ездят с гастролями, и, конечно, выйдя из того общества и видя, что происходит сегодня, ну, это мотивирует тех, кто только сегодня приходит в программу. Вообще, где родился вот этот вот центр? Откуда он к нам пришел? Ну, история вообще нашего центра очень интересная. И начиналась она давно, когда-то в городе, в Украине, и имела под собой, я скажу так, христианские корни. Это было связано, ну, тогда не было просто таких моментов. Вот, и многие наши руководители проходили именно ту реабилитацию. Когда уровень стал повышаться, когда начали понимать, что есть люди, которые готовы помочь, и одним из учредителей у нас является Лысенков Алексей, который ездил с программой СПИД, это было, по-моему, 15 лет назад, и он начал, он один из первых учредителей нашего фонда. Вот, они приехали в Россию. И когда приехали в Россию, естественно, столкнулись с тем, что та программа, которая работала в Украине, она немножко не подходит для России. Вот, и поэтому нашему фонду в России было вот недавно 10 лет. И сегодня мы отпустили то прошлое, которое у нас было, и вышли на светский уровень, который на сегодняшний день имеет тоже очень много направлений. Поэтому у нас на сегодня есть светские реабилитационные центры, есть центры, которые ориентированы на православие, которые поддерживают русские православные церкви. Вот, и ребята там окормляются священниками. И для тех, у кого вот именно душа лежит именно к этому направлению, мы, как бы, естественно, направляем им там интересные. И они, возможно, потом поступают в духовные семинарии и становятся какими-то, вот, скажем так, духовными наставниками у кого-то. Вот, на сегодняшний день у нас открылся новый фонд, это мусульманское направление. То есть ребята до недавнего времени, мусульмане, имели проблему вообще семейного характера, чтобы выйти вот и рассказать о том, что у меня в семье наркоман. Поэтому очень здорово, что сегодня и эта конфессия поняла о том, что наркомания, она губит всех абсолютно независимо от твоей, скажем так, вероисповедания. Вот, и поэтому у нас на сегодня уже активно действует именно центр, направленный на мусульманство, где ребята мусульмане проходят, и муфти различных городов поддерживают, и проводят конференции, и презентуют уже тоже нашу программу, за что тоже огромное спасибо. Вот, но в основном, я говорю, как бы, наши центры светские не имеют никакой религиозной направленности, то есть в рамках какого-то, каких-то восстановления духовных принципов мы рассказываем о том, что должна быть сила, должна быть вера в то, чтобы победить эту серьезную болезнь. Потому что болезнь-то, она болезнь безнравственности, когда ты, твое я стоит на первом месте, и тебе хочется всего того, чего тебе хочется, и ты закрываешь, и уважение, и какое-то почитание родителей, взрослых. Вы отслеживаете судьбы своих подопечных? Да, конечно, да, конечно. У нас в программе прописан, скажем так, следование и наблюдение за нашими ребятами до пяти лет. Не скажу, что сейчас в идеале мы можем это, вот, следить за каждым человеком, потому что многие меняют телефоны, меняют контакты, вот, но по возможности, естественно, у нас сегодня есть тоже, как еще один из новых шагов, созданы группы, они называются по-разному, но могу вам привести замечательный пример, например, группы Аист в городе Воронеже, вот, где ребята, которые закончили программу, они просто собираются на уровне общения, и поддерживают между собой общение, то есть там нету никаких таких правил, там есть определенный формат высказывания, когда на них приходят, они рассказывают о том, что у них в жизни происходит, делятся, дают какие-то друг другу рекомендации, поддерживают, если тяжело, вот, и вот таким образом мы, взаимодействуя с этими группами, можем отследить, допустим, что происходит с участниками программы через какое-то время. Многие остаются при нашем фонде, помогая, то есть они становятся, проходят программу выпускника, потом проходят программу школу по химической зависимости, становятся консультантами, едут в регионы, получают образование, открывают реабилитационные центры, и в городах вот как бы выходят на такой же вот, скажем так, поле, какое вышли мы здесь в Рязани, и помогают таким же людям, какими являемся, в принципе, мы. Ну, огромная, еще раз повторю, огромная, тяжелейшая, грандиозная работа. Я желаю вам успехов, я желаю вам процветания, и я желаю, ну, вы занимаетесь добрым и хорошим делом. Спасибо вам большое. Любой может оказаться в такой плохой ситуации, да, не дай бог никому. Удачи вам. Юля Николаенко была у нас в гостях, и это была программа «Семь минут». Все вам хорошего. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин